Ни скучных лекций, ни круглых столов, ни норовоучений, а еще никакого алкоголя и табака. Только музыка, безалкогольные напитки, фитнес, здоровая еда, целых шесть фото и велкам-зоны, невероятное количество призов. Главным же героем вечеринки стал здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Участники, а это студенты сочинских вузов и СУЗов, отжимались, поднимали гири, стали в планке, танцевали под зажигательную зомбу, играли в квест. Цель организаторов, а это городской студенческий совет и управление молодежной политики, показать, что драйв и отличное настроение можно получить без пристрастия к вредным привычкам и отдыхать с друзьями без какого-либо допинга. Мероприятие открыли заслуженный работник здравоохранения Кубани, доктор медицинских наук Кирилл Гордон и директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сочи Александр Петухов. С 2016 года в России стабильно фиксируется снижение потребления алкоголя. Наблюдается устойчивая тенденция к тяготению молодежи к здоровому образу жизни. Мы наблюдаем, что с Пошей рядом молодежь, лучшина спорта, спортзалы забиты. У нас очень много молодежи, которые умеют радоваться и отдыхать без алкоголя. В рамках конкурсной программы вечеринки «Пати на шпинате» студенты представили визитки, видеоролики, творческие номера о том, как практикуют здоровый образ жизни. В числе призов – экстремальные походы, билеты на хоккей и футбол, сертификаты на посещение фитнес-клубов, курсов самообороны. Трезвая вечеринка показала то, что город-курорт Сочи живет новой жизнью. Сегодня здоровый образ жизни является приоритетным для нашей молодежи и те проекты, которые реализуются на территории нашего города, будут востребованы и дальше, и дальше. В планах нашей также проведение спартакеат среди учебных заведений.